Всем привет! В кадре у нас мини-нож для вскрытия посылок. Производится он под брендом HUAHO. Это саб-бренд Xiaomi. Показывал я уже Multitool у себя на канале. Вот HUAHO вполне такая годная вещь за свои деньги. И это ножичек а-ля какой-то WIX. Вот типа такого из серии 58 мм. Для вскрытия посылок со специализированным крюком. Который позволяет эти самые посылки аккуратно раскрывать, не взрезая при этом содержимое. Я попробовал в принципе нормально, как это все выглядит. Изнутри есть в металлических лайнерах выборки. То есть они не цельнолитые. Грамотно сделали для облегчения веса. В накладке пластик. Здесь надпись HUAHO. Есть отверстие, но без заводного колечка. Как допустим вот здесь вот на WIX. Так что его придется самому где-то найти. И допустим подойдет рыболовный. Если у вас там на воблерах крючки крепятся. Вот подойдет такое колечко. И дальше можно будет закрепить любой карабин. Сейчас покажу как он приезжает. Ну и посравниваем с разными мини-тулами, которые у меня есть. Посмотрим как работает. Так вот он выглядит. Причем я заказывал с упаковкой. Мне прислали без упаковки. Без коробки 3,5 бакса. С коробкой типа 4 бакса. Такой стоит. Я решил заказать коробкой, чтобы именно посмотреть на нее. Но так рекомендую заказывать без коробки. Сейчас открываю спор. Прикрепляю фотку этого ножа. И пишу возвращайте 50 центов. Ну да. Соответственно быстро выбрал открыть спор. Возврат 1 доллар. There is no box. Все с телефончиком. Очень быстро и удобно. Ну в общем-то спор закрыт. Вернули 1 доллар. Ну что ж. Начинаем уже сразу испытание. Здесь вот в этом пакете мягкая сетка. Которую обычным ножом желательно не порезать. Поэтому как раз такой нож в принципе подойдет. А так хорошо. Оп. Во. Хорошо все срезало. А вот так как-то поперек шерсти не идеально. Ну это как картон. Иногда картон очень легко режется. Если в направлении волокон. Иногда он заминается и получается фигово. Вот такие вот коробки. Хорошо распаковывать подобным ножом. Потому что он нормально открывает скотч. И нету шансов прорезать содержимое. То есть просто ведем. Скотч разрезается. Ну а если бы мы это делали подобным ножом. То велик был бы шанс что-то проткнуть. Ну за все время. Я где-то раза 3 в жизни повреждал товары. Разрезаю вот так вот упаковки. Один раз это был гермопакет. Один раз это был тканый чехол. Когда я разрезал вот так вот упаковку. Поэтому с такими вещами нужно быть осторожными. Ну в общем то есть и вот такие вот вещи. Для вскрытия подобных упаковок. Ну а это на столе чтобы валялся. Ну вот это вот место забивается клеем. Понятное дело. И хуже будет разрезать. Но клей очищается каким-нибудь бензинчиком. Или спиртиком без проблем. От скотча. Острота режущей кромки из коробки. Режущей кромкой вот этой вот хорошо режет бумагу. Вопросов никаких нету. Ну а крюком я уже им открывал всякие посылки, упаковки. Поэтому он вот бумагу уже не режет. Он на нее запинается. Да. Ну а лезвие без проблем. Вполне удобно вот здесь вот пальцем подлезать. Здесь есть нечто вроде выборки. Вот тут вот. Чтобы удобнее было сюда пальцем подлезть. Имеется покрытие клинка. Давайте вблизи еще покажу. Как это все выполнено. Вот здесь вот видно немножко поблескивает. Потому что заточка не очень у вот этого крюка. Заточка этого лезвия в принципе была нормальная. Но я тест на бумажке проводил. Показывал. Как работает пружина замка. Вот она поднимается. Оп. И опускается. Все в раскрытом виде. Просто удерживает. Опираясь вот сюда. Замок этот называется тип slip joint. Такого тип замка. Фиксатора конечно никакого нет. В принципе можно куда-то на брелке это таскать с собой для вскрышек упаковок. Выглядит вполне безопасно. Выбором был красного цвета. Существуют и другие цвета. Почему взял красного цвета? Ну потому что это мне напоминает вот швейцарские. Вот такие вот ножи. Они красненькие. Я подумал да. Надо брать красного цвета. Как вот это чудо точить вообще? Может у кого-то возникает такой вопрос. У меня для этой цели есть вот подобная точилка протяжного типа. И это можно таким вот образом поправить здесь. Ну и нет. Крюк наверное нереально. Крюк лучше поправить специализированной точилкой. Мусатиком каким-нибудь. Вот мусат допустим. Викторинокс в виде ручки. Можно вот этот крюк так вот аккуратно поправить режущую кромку. И отмечу, что этот нож будет конечно забиваться скотчем еще чем-то при раскрытии упаковок. Надо будет его потом оттирать от этого скотча. Это быстро... Быстро он будет терять бритвенный как бы рез после нескольких разрезаний скотча. Назову размеры данного мини-ножика. Можно его таскать в роли брелка 65. Если за водным кольцом смотреть, то 70 миллиметров. Вот так если взять, то 17. Ну а толщина 10,6 миллиметра. Толщина обуха где-то полтора миллиметра. Длина вот этой режущей части где-то 2,5 сантиметра. Ну и плюс еще вот здесь что-то. Если так общую длину клинка прикинуть, то 45. Взглянем на вес. Это 23 грамма. Много это или мало. Возьмем вот такой вот швейцарский нож. В нем есть ручка, ножнички, клиночек, ногтечистка. 23 грамма. А возьмем вот такой вот мини-мультитул с пассатижами. Он весит 56 грамм. Давайте посравниваем. Это швейцарский нож. Называется Victorinox Bentham Aluminium. Так вот это выглядит. При этом здесь такой вот клинок еще есть. Так, мини-мультитул от Leatherman. С пассатижиками. Вот, например, вот такой вот. Так что тут еще подумать нужно, что держать на ключах. Вот такую вот вещь или может быть многофункциональную? Вот такую вот, которая весит на 20 грамм больше. Так, швейцарский мини-нож Victorinox с ножничками и с ногтечисткой. Ну, давайте покажу инструменты. Так вот это выглядит. Ну и здесь ножницы. Во, по клинкам какая разница. Ну, конечно, вот тут, например, пружина помощнее будет, чем на вот таком вот ножичке. Пружина, которая удерживает клинок, ну, в открытом положении. Ну и тут можно сказать, что крюк, он там для вскрытия коробок или чего-то такого. Здесь подобного нету. А вот он рядом с зажигалкой Big Mini. Ну и с каким-то ножом Victorinox из серии 91 мм. Тут уже видно, что это прям ух. А это малыш. Ну, собственно, брать или не брать. В принципе, VIX вот такой вот будет интересней. При тех же, даже меньших габаритах, там будет много всяких инструментов. Ну, такой вот VIX, ну, стоит, наверное, не знаю, по 1000 рублей. Вот это вот мне, допустим, вышло в 3 доллара. Конечно, в магазинах, реселлеров Xiaomi у нас, допустим, в Санкт-Петербурге, такой ножичек стоит, не знаю, рублей 500, а не 3 доллара. Потому что есть наценка. Вот. Ну, за 3 доллара пойдет побаловаться. Если у вас нету вот такого VIX, то хотя бы возьмите такое для начала. Какие-то упаковочки вскрывать, мини-ножичек. Потом, может, поймете, что нужны ножницы еще, и какое-то более высокое качество, и нормальный клинок, и возьмете VIX. Все. Благодарю всех за просмотр. Ссылочки и дополнительные информации в описании видео. Все. Всем пока. Увидимся на канале. Субтитры сделал DimaTorzok